На территории конно-спортивного клуба «Хорсика Спорт» прошел крупный российский конный фестиваль «Иваново поле». В этом году он состоялся в шестой раз. В его организации приняли участие около полутора тысяч человек – конники, артисты, гимнасты, работники площадки. Это по-настоящему масштабный праздник для любителей конного спорта и прекрасное времяпрепровождение для всей семьи. Мы сделали такую начинку более семейной. Мы обеспечили довольно-таки большое количество интерактивностей в различных семейных зон для детей разных возрастов. У нас есть развлечения для самых маленьких. Они представлены на площадке «Союзмультфильм», где с детками работает целыми днями аниматоры, где можно посмотреть мультики, расслабиться в специальной чиллаут-зоне для родителей. Также есть, естественно, развлечения для деточек постарше. Это все помимо, естественно, суперяркого и красивого шоу, которое у нас происходит на протяжении всех трех дней фестиваля. Большая территория была разделена на множество тематических площадок, где каждый нашел занятие по душе. В блинном лагере, например, можно было попробовать себя в роли кузнеца или увидеть настоящего русского богатыря. Дети и взрослые могли покормить, погладить животных или покататься верхом. Езда верхом укрепляет организм и положительно влияет на психику. Недаром самый известный метод реабилитации называется ипотерапия. На фестивале есть уникальная возможность поближе познакомиться с этими прекрасными животными и в прямом смысле почувствовать себя на коне. На фестиваль приехали заводчики уникальных пород лошадей. Они участвовали как в шоу-программе, так и в специальной выводке, где представили своих подопечных. Тинкеры – это семейная лошадь. Они и упряжны, и под верх, и по венцию, и работа с маленькими детками, со взрослыми людьми. Очень человекоориентированная лошадь изначально. Порода не так давно на самом деле была зарегистрирована. Она зарегистрирована только в 1996 году, и то в Штатах, хотя родина – это порода Ирландия. Россия – редчайшая порода. Всего до 10 голов, наверное. Две можно увидеть у нас, и вот еще один представитель. Он – лучшая двухлетка Шотландии перед вами. Это второе место. Это лучшая двухлетка, это резерв двухлетки. И все они у нас в России. Потрясающе красивая золотая лошадь. Расскажите, что это за порода уникальная? Это андалузская порода лошадей. Испанская. Жеребец. Четырехлетний, он молодой, поэтому немного горячий. Он приехал абсолютно дикий из Испании и выучил как множество трюков за год, так и был объезжен под верх. То есть, эта порода уникальная по способности запоминать информацию. А общаетесь вы с ним на русском? Конечно, конечно. А для нас что-нибудь прямо здесь можете сделать? Конечно. Давай ножку. Ой, браво! На Иваново поле приехали более 700 артистов и спортсменов. Кульминацией стало выступление хедлайнеров, всадников Кремлевской школы верховой езды. Это спортсмены международного класса, участники фестивалей и турниров в России и за рубежом. Они продемонстрировали уникальное конное искусство джигитовку. Браво! Браво! Три дня фестиваля собрали около 20 тысяч зрителей из Москвы и Московской области. Были и те, кто приехал сюда не в первый раз. Каждый год приезжает, каждый раз лучше и лучше. Триотическое такое ощущение, все нормально. Шоу необыкновенное. С этим праздником ты не расстаешься, еще день-два он живет внутри. Конные скачки на Кремлевске. Это что-то вообще, волосы дыбом, шедеврально. Зрители горячо приняли гало-шоу под управлением артистов из конных театров со всей России. Гости фестиваля стали свидетелями выступлений лучших конных коллективов и клубов. Организаторы фестиваля «Иваново поле» уверенно идут к цели сделать конный спорт еще популярней среди россиян. Галия Вахитова, Владислав Реус, Максим Колесниченко, Щелковское телевидение.